всем привет с вами Аири и это моровин 27 серия кажется в прошлой серии мы вылечились от корпуса и спасли вот эту даму в общем мы сегодня продолжим выполнять главный квест я уже сказал я хочу вывести до определенной стадии после этого буду заниматься ну короче мне надо 100 типа Экенгарда пойти в принципе можем сделать ты хочешь идем в Экенгард кстати что там спидарка где эм а там не были это я там был конечно хвалами но я откатывался потому что там я там дом тестил что это за запах нажмите на шутку так где этот раб еще один пробник в тупасе почти вышли ну сейчас туда выдмогаться бегаем очень далеко приветствую тебя выход здесь я тебя слышал раньше так убежим в Экенгард не очень далеко ну я съем тебя арганян 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 наркоман точно как 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 так Таким датом. Еще в теории можно еще, кстати, сделать зелье, зелье, постельно-эффектное восстановление домосливости. И пошел. Че, я хотела пару-то. Да, это вот веселая книжка. В общем, слоу со стрелой это линия. Лицо солнца это круг, не смотри на него. Сторона горы это треугольник. Сторона кубика гигальной кости это квадрат. Звезда призывания это пентаграмма. Осторожней с этим. Ячейка этого, господи, сот. Это гекс. Осторожней с пчелами тоже. О боже. Прекрасно. Дай мне вот сюда. Хм? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Конечно, конечно. Я слушаю. Субтитры сделал DimaTorzok Нет? Да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, идём. Так, давайте сохранимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Привлекательность Сила воли ещё И выносливость Увлечить здоровье Увлечить магию Увлечить запас сил Увлечить навык восстановления Сопротивление А это уже мои Сопротивление обычным болезням Сопротивление мировым болезням Увлечить от корпуса Сопротивление ядам Увлечить атаку Я, кстати, тогда надо вообще Продать все зелья И лечение Во всяких болезнях Могу уделить тебе минуту Если хочешь поговорить Если хочешь поговорить Приветствую тебя Кажется, я тебя слышал раньше Приветствую тебя Кажется, я тебя слышал Готов на всё Продолжай Очень рад знакомству ВЫЛЬСТИТЕ МНЕ СВОИМ ВНИМАНИЕМ ВЫЛЬСТИТЕ МНЕ СВОИМ ВНИМАНИЕМ В Вашлендров есть загадочная традиция толкования снов и видений, как пророчества. Эти пророчества слагаются в стихи, могут быть утеряны при смене поколений. Ждец-отступники собрали много древних пророчеств на Деварине, многие из которых они считают настоящими. Все вместе называют утраченными пророчествами воплощения. Одной из священных задач ждец-отступников является сбор и лечение этих пророчеств. Так, может с Васей поговорить? Да. Значительная часть иерархии храма может быть принята. Также теперь мы можем с терпимостью относиться к различным мнениям по поводу некоторых догматов. Другие отделения храма, к примеру, ординаторы, главой которых является Берел Сэрла Сала. Окей, ломать, видимо. Заявляет, что с угрозой Красной Горы Дагатура может справиться только если у нас будет единая твердая вера. Люди боятся незнакомого. Но если нам удастся противостоять Дагатуру лучше, чем это получится у ординаторов, и храмы люди поддержат нас. По координаторам Вечной Стражи Трибунала удалось удерживать муру монстров Дагатура внутри призрачного предела Вера Фрема Васильи. Но теперь путешественники и поселения страдают от муровых бурь и ужасных монстров. Люди боятся, что храм может проиграть вековую войну с дьяволом Дагатуром. Кстати, здесь в нашей библиотеке есть несколько книг, которые могут тебе казаться интересными. Каждая книга описывает различные образы Наривара. Наш интерес к Нариварину был делом принца по желаниям признания истинности различных мистических верований, которые отрицаются догматами храма. Теперь Дагатура становится сильнее Трибунала Салабейта. Возвращение святого Наривара или даже его возрожденного духа может оказаться лучшим путем решения проблем. Я посмотрел апограф, нашел два особо интересных отрывка. Мы сделали копию этих отрывков для тебя. Многие знакомы с двумя пророчествами о Нариварине, популярном среде шлендеров, под названием «Незнакомец и семь видений». У нас есть два других пророчества, «Потерянное пророчество» и «Семь проклятий», которые могут предложить еще один взгляд на загадки, окружающий приход воплощения. Может быть, это и есть утраченные пророчества, о которых тебе говорил твой друг на бане Меса. Мы также приготовили тебе документ под названием «Орудие Кагринака». Этот документ объяснит тебе и другим страшную тайну, которая прячет храм, об истинной истории трибунала и порочной природе их божественной силы. Чтобы скрыть этот секрет, храм преследует Нариварина из жрецов-отступников. Это преследование должно остановиться. Мы должны объединиться против истинного врага, Дагатура. Истинный Нариварин должен повести нас на него. «О, очень рад знакомству». «Семь проклятий», так, через двери. «Ой, нет». «Короче». «Нет, я не буду переводить сейчас». «Сори». Вот это можно почитать. «Запрографа жрецов-отступников с комментариями Гилла Сабара в Аббата Холмайенской обители. От седьмого знака одиннадцатого поколения. Ни гонча, ни гуар, ни семья, ни барона. Ни нарожденный драконом и меченый дальней звездой. Вплощенный пришелец под Красной Горой. Рука, благословленная звездами, бережет трижды прокрытый меч. Вперед. Чтобы сжать урожай, пожать, наверное, неоплаканного дома. Примечание. В строке одиннадцатый древнего рода, но не из четырех великих лоронов Эшленда, рожденный под чужими звездами и знак дракона, символ империи. В строке четыре пять. Воплощенный пришелец является формальным визитом, подчеркиваемая связь между словами. Воплощенный пришелец, благословенный гость, человек, рожденный не в племенах, а принятый как гость с правом убежища гостеприимства. Под Красной Горой он встретит семь проклятий и будет балансировать между ними. Смотри, торже прочность семи проклятий, для которых служат и восемь родичей, некогда лорды волшебники, названные жителем Мешленда Пепельными Гулями. В строке шесть-семь. Благословенная звездами намекает на Азуру, лорда Дайдру и покровителя магии, судьбы и пророчества. Трижды проклятый меч может относиться к оружию, но именно к разрубателям. В некоторых легендах связаны с битвой у Красной Горы, лордом Деймером и Кагринаком. Сжать урожай ссылка на пословицу, что посеешь, то и пожнешь. Что означает, что ты получаешь то, чего заслуживает твой труд, как в положительном национальном ограде, так и в осуществительном национальном казахе. У меня парка на дом может быть одним из и для обоими утраченным великими домами Данмером. Домом Деймера, домом Дагод. Окей. Все. Полим. Так, у меня была метка на прикол сделать. Так. В шваку. Добро пожаловать, мы тепло приветствуем вас. Так, у тебя есть эти утраченные пророчества, ты мне их расскажешь снова и снова, чтобы я могла их выучить. Потом ты мне расскажешь, что говорят эти жрецы, что они видят в этих словах. А потом тебе нужно будет уйти, охотиться, спать, идти есть, познавать землю. Я должна вложить те вещи в себя и поместить их перед предками и высушить их в небеса и звезды моих снов. А потом, когда луны придут и уйдут, возвращайся и дам тебе свое суждение. Предки звезды дали мне ясные знаки. Утраченные пророчества не оставляют сомнений. Воплощением должен быть чужеземец. Вы с богословения Азура должны снять семь проклятий Дагод Ура. В пророчестве указано семь шагов пути на Реварина, а я буду руководить вами при каждом шаге по этому пути. Я прочту знаки и покажу вам путь. Настало время ступить на дорогу семи видений и пройти семь испытаний семи видений. Вы рождены в определенный день известными родителями, так что вы прошли первое испытание. Мои сны показывают мне, что вы прошли также второе испытание. Неморный возраст не смогут повредить ему. Проклятие плоти пред ним падет. Знаки прочтены, но не могу их объяснить. Вы можете объяснить это? Сказать о том, как вы получили болезнь корпуса и исцелились? То, что вы одолели проклятие плоти достаточно чудесно. То, что оно должно защитить вас от сморы и старости просто невероятно. Теперь становятся ясны знаки моих снов. Вы прошли второе испытание. Третье испытание непреодолимо. Тайна третьего испытания мне не принадлежит отправлять к Соломатулу, стражу нашего культа. Он расскажет вам о третьем испытании. Третье испытание будет проведено. Возвращайтесь ко мне. Я покажу вам, как сделать следующий шаг на пути на Реварину. Так, хотите услышать о третьем испытании, я расскажу вам. Выступили на путь на Реварину, это трудно поверить. Ани Бенни Меса говорила со мной об этом, и у меня было время все обдумать. Поэтому я последую собственному совету и предложу вам мое собственное испытание. Я не спорю с шаманками, но их пути не похожи на пути воинов. Многие до вас пытались пройти путем на Реварину, но никто не выдержал испытания воина. Вы должны обладать силой, смелостью и хитростью. Эти качества я буду испытывать. Неподалеку отсюда лежит Кагарон, древние залы забытого дома, дома до год. В последнее время там стали селиться со здания Мора. Мне пришлось побывать там с несколькими храбрыми охотниками и удалось вернуться назад. Но это плохое место, и мне не стыдно сказать, что и я, и мои люди испытали ужас. Если хотите узнать от меня тайну третьего испытания в темных пещерах, где видят глаз Азоры, то принесите мне сперва три знака из темного Кагарона. Первый знак это слезы корпуса от больного корпусом, чтобы показать, что болезнь не поражает вас. Второй знак это чаша с кремом дома до год, ибо мне случалось видеть такие чаши раньше. Я буду точно знать, что вы видели своими глазами то же, что и я. Третий знак это щит тени, который лежит в гробнице Тегат Морина в туннелях глубоко под разрушенным Кагароном. Принесите мне эти вещи, и тогда я раскрою вам тайну третьего испытания. Добро пожаловать. Ну ладно. Сейчас могу что сказать. Угу. Как замечательно. Добро пожаловать. Ну мы поехали в Кагарон. И вот тут у меня уже на самом деле пригодились бы этим... Капельона. Так что... Ладно, сейчас я уже дойду. А в следующей серии мы наверно отвлечемся и пособираем индексы. Но по факту есть только один. И надо еще девять найти. Ну и в теории... В теории можно выполнить квест и заменить их все на мастер индекс. Что, в принципе, облегчает вес. Да. У тебя, кстати, очень своевременно обмазался всякими благословениями. Так, это у нас Оз Марион. Кагарон это одиннадцатая крепость на Вандерфелле. Который... Немного тропиона. Ну, в смысле, он сломан. Что немножко напоминает, как в аксе это было сделано. Ну, там это было страннее, чем здесь. Тут они... Блин. Тут они по идее тоже связаны все друг с другом. Среди них, естественно, нет. То есть, нет. Все-таки это точно так же странно выглядит. Ну, хотя их могли типа перезачаровать или что-нибудь в этом роде. Ясно. Как-то типа работает. Ну, понятно, ему некогда безумно охотиться. А, нет, их как-то. Пошли, пошли. Дом, кстати, заключился. Ну, он мелкий. В смысле, он маленький. А, ну. Потому что у меня нету другого. Чистого. Свечего. Ну, ок. Так, блин. О, левитация. Важней умных. Так, блин. Вот. Ну, надо резки доспехи грех не собрать. Робашечка. Так. В принципе есть тюрьмя. Теперь головы вошли. Что-то тут свой платос. Выгружу входательскую грань. Вот так. Вот. Так. Ну, уже забываем 3200. Так. 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 Собор женщины пола. Это было просто. Так. 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 Здесь что-нибудь. А, нам нужна была кружка. Чашка. Слезы корпуса и щит там. Щит. Так. Так называется. Окей. Ты будешь служить. Живой или мертвый. Что ты делаешь? Ты понятия не имеешь. Бедное животное. Ты боишься и сражаешься. Ничего не понимаешь. То, что. Ты что думаешь. В том, что ты делаешь. Есть хоть малейший смысл. Ты думаешь, что убьешь меня. Я сразу возьму и просто умру. Это всего лишь сон и пробуждение. Снова и снова. Одна внешность с другой. Ничего настоящего. То, что делаешь. Ничего не значит. Почему мы всех потратим время. У тебя время и дыхание. Так. Серп шестого дома. Спящий проснулся. Так. В этих маленьких мы побывали. Печь. Конфей. Служите лорду Даготу. Герой был заставлен звездой. Лепешка Дайдра. Существует лишь один способ выяснить. Здесь у тебя хватит смелости. Вы никогда не задавались вопросом. Почему вы следуете приказам Дайдра Азура? Вы привыкли доверять лордам Дайдра. Вы забыли какие-то двуличные существа. Нужен герой. Почему вы все еще разговариваете? Вы боитесь? Entonces... Смотрите. Прямо. сделать что сделать фокус так отражение насколько служите лорду доготу так а поглощение да блин а не стрёмно нормально сделать статуи ничего не делают больше ничего нет так ну и идем теперь сюда так а а Я не знаю, что это. Так... Абонитовое копьё? А, это выход. Салфисты. В общем, тут ничего особо не было интересного. Пепло. Так. Так... Кто ещё? Странно. Так. Что у нас тут есть? Громкие крики повсюду. Белее самой белизны. Чернее сына и черноты. Позор и сын, солнце и тень. Сильнее богов, ярче всех смертных. Только он проснулся, только он жив. Абонитовое копьёв. Ему известны имена и названия. Он знает, что такое ожидание. Он живёт в каждой луне и звезде. Он сияет сквозь их тень. Одна форма, одно заклинание. Один дух, одни чары. С тьмой он вооружён и светом защищён. У него есть всё. Улитка, леша и жрец. Улитка? Что? По рекам пламени идёт вперёд. Шторм сновидений он пройдёт. Холодную сталь пронзает сердце. Нет больше сил в проклятии заклинаний. Слабый цепь и перед нас падает глаз. Я вижу тебя своими глазами. Везде тишина. Я просыпаюсь, помню, боже. Ок. Кто-то не умеет писать стихотворение. О. 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 Так. Идём дальше. можно кстати себе вообще на постоянном у кого-нибудь миньончиком сообразить так, отмышечка попьем стеклянный керасон, стеклянный щит как полезно, ярость вычисленное оружие, но окей о, кстати, еще одна стеклянная лебарда может зачаровать все на установление потому что почему-то и нет так, тут так, чуточка фабло и всякая хрень заплайкому так так поменять бороду на другую это не сейчас нет, это нормально сейчас камни душ а, кстати, стоп у меня же есть у меня щит так 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 запинали запинали гормон фарватер набит можно подключить не как можно сделать это и 螇 и и и и и и и и Продолжение следует... 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 уже можно убивать здесь то дальше сюда очень полезный тонах 10 10 всем рекомендуем фокус уже все плохо что сказать еще А ну на есть котушка. Так. Чотов. Ааа, мне надо, кстати, взять... Субтитры сделал DimaTorzok Ой! Так, чё тут ещё? Опять, чё за хрен? Спящий просыпается... Он сказал, что ты посетишь нас, он был прав, ты пришёл покориться и умереть. Он сказал, что вы можете прийти и сродиться, для меня не имеет значения так или иначе. Убас, если у тебя ничего было, в арсенале нет, то это тебе плохие новости. Это было как-то не очень. Так, брутовка. Кардфайр увеличит здоровье. Встретивление до магнично увеличится. Куда это ведёт? В красный выход, но в красный угол. Явно не туда. По противоположному, правда, не тогда. О! Поехали. Поехали. У вас есть зверя? Есть. Все есть. О, шить! Нет... У-у-у! Опа... Так... Включение парализации... Так... Энхилочка... Нет... В общем, мне зря показали себе... Вот че скажу... Так... Мне не надо... Мощные молнии... Быстро плавание... Так... А вот этот левый щит 38 я уже не унесу Че он стоит? 1640 Ну, в принципе, конечно... А! А это все здесь, по сути Ну, лично. Делаем декол, значит Так, декол О, ушел Я очень рад познакомиться с вами Если вы принесли трясетий воспитание войны Могут говорить с вами о третьем испытании Вызвели на мои впечатления Эти три знака вы принесли мне Можете взять их Вы прошли испытание войны Я раскрою в антенну третьего испытания В пещерах темных видит глаз Азуры И заставляет съесть лунную звезду Это третье видение Вы должны отправиться в пещеру воплощения Место священной для Азуры И найти лунную звезду Тайны пещеры воплощения Суфертов загадки Ушко игру лежит в зубах ветра Пасть пещеры лежит в жемчужной шкуре Солн это дверь Звезда это ключ Это испытание мудрости Попросите мудрых людей И племени наставить вас И вы найдете путь Ищите пещеру воплощения И найти лунную звезду И принесите их в небо не место Сопутствует вам мое благословление Благословление всего племени Пояс Малипу Атамана Так пауза В общем давайте мы наверное поговорим Не знаю с чего я На эту тему Так Спрашиваете И я отвечу вас Так Третье испытание Саумато послаловался на поиск третьего испытания И рассказал о храме Азуры Называемой пещерой воплощения Не могу сказать вам как найти это место Но он говорит что вы можете обращаться к мудрости племен И я хочу поделиться с вами мудростью шаманка Возможно то что я знаю поможет ему доказать загадку Он звезда это ключ А сейчас у меня это дверь Это Звезда Азуры Появляется в небе только волшебный час Между днем и ночью На рассвете и в сумерках Вы говорите что ключ это звезда Звезда Азуры Тогда дверь влетела только на рассвете и закате И именно звезда тут ключ Который откроет ее Давайте еще какую-нибудь спрашиваю Где ты пещеру упущен А стоп Она сказала что она не знает Может в холм и ней спросите кстати Уж там знают Давайте сначала к этому Вася еще зайдем Тут Вася не алло Я очень Так Давайте по всем зайдем Тут уже поинтереснее Ну тут тоже ничего полезного К сожалению Всегда Рад Всегда Рад ты мне тоже чем поможешь там добро пожаловать мы тепло удачно пока не очень ясно давайте сделаем рекол сходим в холмайон спросим там если там никто не ответит не волнуйся я тебя не трону задавай свои вопросы тебя я очень мы тепло приветствуем тебя нет ничего не помогают так сейчас тогда паузу я не очень умный даже поезд не просто тогда неправильно добро пожаловать мы тепло приветствую вас как замечательно добро пожаловать что это мы все читали может здесь идем что-то пока не как это мы чуть позже будем делать хотя давайте возьмем класть салай суббат дамайл изгои решен да он нарушил закон гости пинста ушелак убил моего мужа если получше найти салай суббат дамайл убей его принеси мне правосудие во смерти могут пообещать ей хорошую награду червеный копья духов моего мужа великая сокровища была бы рада и она поможет завершить начатое чтоб не свершилась и дух моего мужа упокоился бы пенсиями новости о смерти этого чувача и получше ты копьет открывается вместе под названием ахас ахаса плит на острове шагарад большой острове север от вандерфоро информацию о нем и до лагеря этом самым можно идти в подчеркнул поселки дагонфил на острове шагарад ну это потом сделаем то те с кем говорит что не знаешь вот знак нашего племени пояс марина ваша атамана доказатель благословения сумма дай подумать возможно имеешь ввиду иглу, это высокая скала в долине ветра исполнил 1 или 2, долина ветра это долина на северо-восточном склоне красной горы долина отмечена зубами айрана высокими скалистыми пиками зубы айрана это когда айрана перепил что ли долина ветра есть 2 долины но они находятся рядом друг с другом на северо-восточном склоне красной горы западная долина называется долина сухого лагеря там чисто нет воды зато лагеря укрыта от ветра там же находятся пещеры Дун-Ах долина ветра восточная долина она простирается далеко на юг между зубами айрана и идет к красной горе попасть в эти долины можно на востоке если идти вдоль побережья мимо патуанда развален двемеров сразу после зерканепала дейдриджеских армин надо повернуть на юг зуба и рана два каменных пика в устье долины ветра долина ветра идет на юг от моря в северо-восточной части вандерфола к востоку адвимирского птуанда и дейдриджеского из Ольга-Непала мы не заходили в долину ветра залывают и духи никогда не спят в этой долине находится родовая гробница дарилетов клуб беспокоит духов в этом месте упокоения так уже лучше что еще зубы ветра ты носишь пояс малипу атаманы расскажи тебе все что знаю я не знаю место таким названием то есть место которое называется зуба и рана ну это собственно так не подождите удачного ты ничего не знаешь идем со мной так может и знаешь нет так она не ну что скажет нет добро давайте еще раз поговорим со всеми ну тоже они все то же самое говорят нет так ползу здесь скорее всего вот эту хрень имеется виду ползу 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 петент ползу 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 они таки черные что их нам тупо не видел Хм. Ну, кстати... Ну, что мне не надо. Так, нет, это надо зачаровать. Ну... Наверное, не сейчас. Угу. Пока закину его сюда. Если ещё молоток есть. В принципе, тоже неплохая идея. У-у-у-у-у. Так, ну чё, надо было отдыхать. Так, щас сек. Так. Пишется же. Да, пишется. В общем, эта хрень находится где-то... В общем, где-то здесь. Ну чё. Надо починиться, кстати. В общем, я чиню ботинки, правда, я не знаю, но ладно. Ой, нет. Ой. Так, не важно. Так, ну всё, идём дальше. Так. Ну всё, идём дальше. В общем, идём на восток. мне очень далеко бежать я убью тебя быстро умри интересно так ну то я не буду спирать что-нибудь выложить это все это тяжеловато и сегодня в арене есть обучатор да мне можно выучить что я могу сделать для максимум так но в общем-то и не за этим мы дальше идем на восток а а а а а а а а а Краунгир. Так, кляпим дальше. Кстати, на самом деле, я думаю, и не у Атанаха, можно какого дендрота поменять. Не у Атанаха 81, дендрот 86. Так. Или золотую роту. Нет, мы дальше идем. На восток. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Тут как раз вот эта гора, пик этот, о котором говорили. Вот эта гора, пик этот, о котором говорили. Что это, пещера это не то, да, дальше надо идти. Тебе конец! Так, что, ребят, совсем охренее. Да. 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 П miten, по которому стыду, я жаждал славы, никогда не видел своих истинных врагов. Примите мои топоры и ботинки и мои богословления. you w struggles вы сходить нельзя. Так. Моя земная жизнь закончилась 400 лет назад, последние дни волнений, когда империя пришёл в мировинт. Это жизнь философа, а не воина. Несмотря на то, что им меня, богословились звезды. Героизмение не получилось. Возьмите эти вещи. Моим костям они больше не нужны. Так. Добро пожаловать, воплощенный. Луная звезда. Возрожденный наставник Нариварин. Скорбящий по племени Неоплаканному. Спаситель ложных богов. Епикстар. Казалось, не той. Не жду и надеюсь на Лоран. Так. Выносите кольцо Наривара. Луная звезда. То никто не может отрицать, что вы и есть Наривар Возрожденный. Крам будет считать вас врагом. Ординаторы захотят вас убить. Правоверные трибуналы из Великих Домов возненавидят и устрашатся вас. Неверующие из плен будут испытывать вашу силу и сомневаться в вашей чести. Вас узнают все. Вы должны быть к этому готовы. Теперь надо появиться перед советниками Великих Домов и не разочаровать их. Потому что только советники Великих Домов могут назвать тебя наставником. Я не знаю, где живут люди Великих Домов, поэтому я смогу дать тебе наставление. Вам надо отправиться к Ашханам Эшлендеров и договориться с ними. Ибо только Ашханы четырех племян смогут наречь вас на Ливареном. Поговорить сначала с Сулматулом, из Уршалаку и шаманкой Небанемеса, ибо из всех Эшлендеров они мудрейшие в вопросах воплощения. Его уже предъявили Сулматулу и доказательство того, что достойным. Пожали договоры и шестой дом. Все, что они делают, все, о чем они стали, это зло и нечестие. Начинали они с яркости и чести, и причиной их падения была верная служба тебе, лорд Неривар. Ты сказал лорду Дагану охранять нечестивые инструменты под Красной Горой. И так он поддался искушению. Он повиновался тебе, когда пытался уберечь эти инструменты от трибунала и универить тебя, кто предал его, и трибунал, кто насмелся над его честью. Напал на него и похитил нечестивые инструменты для самих себя. Кагринак, высший жрец Двимеров, изготовил волшебные артефакты, способные украсил у богов. Неривар боролся с Двимерами, чтобы предотвращать этот атак богохульства. Дагар Тур захватил эти артефакты, чтобы стать богом. И члены трибунала захватили эти артефакты, чтобы стать богами. Хотя трибунал хотел использовать новые силы во имя добра, на него все-таки повлияли и те порочные стремления, что двигали Дагар Туром. Трибунал и Дагар Тур обладают неестественными способностями и продолжительностью жизни богов. Но получили они их действиями, которые оскорбляют богов. Они тщеславны и неблагоразумны. Их богохульство угрожает всему живому в Муравинде. Мне не удалось воплощения, как и всем, кто остался здесь со мной в печали воплощения. Мне удалось воспротивиться Мору, но пепельные вампиры совладали со мной. Боевые искусства не подчинились мне. Обычаи великих домов остались для меня непостижимыми. Они не приняли бы меня как наставника. Возьмите эти несколько жалких вещей и не нужны мне. Окей, и последнее. Я была священным паладином храма в Золотой век трибунала. Внесла огромный вклад в теописание, что позже были запрещены храмом. Теперь их называют апографом. Я беспрекословно следовала за трибуналом, к сожалению, никогда не верила в пророчества Нариварина. Пока не стало слишком поздно. Примите мои скромные вещи и мое богословение. Все, да? Так, а выход-то теперь где? Так, ну, что нам дали-то хоть, давайте посмотрим. Булава! Такое. Так, это чё? Топор. Ярость. А, это была. Ботинки легкие. Окей. Кирасы средние. Вот, тоже окей. Еще кучу всякой хрени надавали. Понятно. Книжки-то, кстати. Тяжелые доспехи. Оно это про разделитель и разрубатель. Собственно, два артефакта. Мы потом будем доставать. Но это будет что-то вообще не скоро. Так, ну, и вроде бы все, да? Вот, сейчас надо деть кольцо, наверное, теперь снять. Вот это ушли. Но все равно не очень надо. Сохранимся. Все, мы здесь что-то не доделали. Вернемся и на этом закончим. Так, прикол. Лагерь. Пуршуаку. Я очень рад познакомиться с вами. Поговорим с нимбами и мясой. Так. Тезерия. Так. Расскажите мне по всему, что видели и слышали в щире воплощения. Все это было показано мне во сне. Тут сам послал Азора, чтобы направить меня. Лучше. А. Ашханам. Так, сейчас тогда темка шла. Я постараюсь. Всегда рада, как говорится. Так. Вы прошли так. Вы прошли третье испытание. Почаре воплощения. Скажите мне всем. Ла. Как бы говорить небо, не место. Может быть вы избранные. Хотеть, чтобы вас сначала ты должен услышать наставление Саума Тула. Хорошо. Во-первых, хочу предупредить вас, как только вы будете наречены Ревариным, весть об этом распространится повсюду. Слушать новости ваши враги и начнут рассказать о вашей смерти. А друзья, которые, возможно, есть у вас среди великих домов, те, кто подчиняется слову храма, могут забыть о своей любви к вам. Если есть какие-то дела, связанные с домами и храмом, возможно, следует сперва покончить с этими делами, потом уже принять наречение на Ревариным. Во-вторых, рекомендую спросить совета у шаманки Неба Немеса, поскольку вы здесь человек чужой и незнакомый с обычаями нашего народа. Она расскажет вам о других пленах, об их обычаях и об их шахшханах. Не имея тех сведений, вы можете сделать массу ошибок и потратить драгоценное время. Таков мой совет. А теперь, если вы хотите, что вас нарекли на Ревариным обшлаку, можем поговорить об этом. Очень хорошо, ты хочешь, чтобы тебя назвали на Ревариным. Я знаю, тебе схронит сделать это. Сначала мы должны поговорить о необходимости и долге. Прежде чем я тебя назвал на Ревариным, тебе надо понять, зачем нужен военный вождь, чтобы потом можно было рассказать людям. Прежде чем я назвал тебя на Ревариным, я должен понять, что ты знаешь, каков твой долг. И только когда мы поговорим о том, ты будешь назвать. Примя в внимание слова пророчества, проклятия Дагатуры Шестого Дома угрожают нашей земле. Ложные боги обманывают и дают нынешнюю надежду защиты. Заносишь лунную звезду на Ревари, рука Азуры давлеет на Тобу. И доказательство должно предъявить всем людям, как Лукшуаку на Ревариным. Ты должен стать на Ревариным всех племен и наставником всех великих домов. Ты должен замолить грех неоплаканного дома, не освободить ложных богов. Ты должен побесить, что это будет 6 дом, интеллектуру. Ты должен освободить трибунал от проклятия. Это бремя пророчества. Это будет твоим долгом, как Лукшуаку на Ревариным. Перед своим очагом и родом, перед всеми людьми Пустоши, нарягаю тебе на Ревариному Лукшуаку, военным вождем, защитникам людей. Знак этого дарю тебе зубы, которые будут. Ты все над данным, равном того, что на Реварины, того, что Лукшуаку пытаются тобой куда угодно. Даже на смерть и так будет, пока враг не будет побежден или пока ты не погибнешь, пока ты не вернешь мне этот знак. Ну, окей. Так, значит... Не знаю, с чего и начать. Такая честь встретить. Значит, в общем-то, на этом все. Совершенно точно. В следующей серии, наверное, я хочу еще повыполнять задание первого томатования конфетенцов. Я думаю, этим мы и займемся. Вот. И, наверное, еще можно храм поделать какой-нибудь где-нибудь. Например, доделать... Да, наверное, доделать фэролочи храм, например. Ну, еще можно где-нибудь проходить. В принципе, пока все меня племена не назовут на Реварином, я не могу, в принципе, делать, что хочу. Вроде бы. Надо будет этот вопрос уточнить, я не уверен, до конца. Не хотелось бы лишиться большой пачки квестов из-за того, что я не торопил меня своим вниманием. Вот. Ну, да, на этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк этому видео. Если оно вам понравилось. Если не понравилось, тоже ставьте. К чему? В общем, всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.